СНИП-СНАП-СНУРЕ, ФУРЕ-БАЗИДУРЕ И с помощью компании Аэросвит через 9 часов с первыми лучами восходящего солнца мы оказались в столичном аэропорту сказочного государства Сиам, теперешнем Таиланде. Полное название Бангкока – самое сказочно длинное название города в мире. По-тайски это невоспроизводимо, а по-русски звучит так. Великий город непожителей, где находится изумрудный Будда. Неприступная обитель Индры, подобная Аютхайе. Великая столица девяти драгоценностей. Город счастья и королевских дворцов, где правит воплотившийся Бог. Город, дарованный Саккой и возведенный Витсанукамом. Тайцы обычно называют город просто Крунгхэм или город небожителей. Бангкок с населением 8 миллионов человек – крупнейший город Таиланда. Но под его современным лоском кроется безусловное тайство, что можно сразу же ощутить, зайдя в отель «Принц Палас», размещенный в одном из небоскребов с экзотическим названием «Боби Тауэр». «Боби Тауэр» 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 «Бод» – это место, где происходят религиозные церемонии и посвящение монахов в сан, и где послужники ежедневно медитируют. Старшие монахи используют «Бод» как место для чтения вслух священных буддийских текстов и произнесения проповеди перед верующими. Убранство храма составляет современные росписи. Ряды божеств в верхних ярусах росписи изображены молящимися, с обращенными к алтарю взорами. В Ате может быть несколько дополнительных помещений для молитв и медитаций – вихан. В отличие от ботов, виханы не отделяются от остального пространства пограничными камнями, а обрамляются крытыми галереями с колоннами, в которых устанавливаются статуи Буд. 320 ступеней ведут к высочайшей точке Бангкока до 1960 года – вершине Золотой горы. Путь к вершине горы олицетворяет индуистко-буддийские представления о строении Вселенной, в центре которой находится гора Мэру. 78-метровая искусственная гора была создана из глины, кирпича и бревен дико. Над горой не умолкает звон колоколов. Это паломники будят добрым духом и отгоняют зверь. По указу Рамы V на вершине горы была построена чеди для хранения индийской буддийской реликвии, подаренной королю британским правительством в 1897 году. С вершины Золотой горы открывается великолепная круговая панорама Бангкока. Рама I основал три поселения в Бангкоке для обеспечения жильем ремесленников, делавших чаши для буддийских монахов. В здании около главного входа в Ад-Судхат возвышаются две красные колонны гигантских качелей XVIII века. Катание на гигантских качелях было частью опасной для жизни индуистской церемонии, запрещенной в 1935 году. Большой Вихан и бот Вата Судхат образуют один из самых замечательных религиозных комплексов Бангкока. Их строительство началось в начале XIX века при Раме I и продолжалось в правлении двух его наследников. Крупнейший в Бангкоке Вихан с монументальным и утонченным декором стоит на двухъярусной платформе. Входом в него служат массивные тиковые двери, украшенные пятью ярусами резьбы, посвященной образом легендарного леса Химават. Находящийся здесь восьмиметровый бронзовый Будда XIV века – шедевр скульптурного искусства Сукхатая. Территория храмового комплекса – настоящий музей каменной резьбы, бронзовых животных и статуй Будды. Извояние стражей в виде фигур иностранных купцов и китайских полководцев. 28 шестиугольных ступ и 4 бронзовых коня. Субтитры создавал DimaTorzok Ват-Рача Бабхит Ват-Рача Бабхит Двери и ставни построек украшены необыкновенной красотой инкрустацией, перламутром и цветным стеклом. В числе построек храмового комплекса – небольшой храм, украшенный в стиле итальянской готики. Ват-Рача Бабхит На расположенном рядом королевском кладбище гробницы напоминают миниатюрные азиатские ступы или крошечные европейские соборы. Ват-Рача Бабхит Ват-Рача Бабхит Ват-Рача Бабхит Ват-Рача Бабхит аскетов-отшельников, застывших в позах югов, являют обучающимся правильное положение для занятия медитацией и другими расслабляющими техниками. Архитектурная доминанта восточного двора Ватапхо – огромный бот, отличающийся изящными пропорциями, устремленными ввысь линиями крыши и пышным декором. Он окружил необычайной двойной галереей с четырем местами с татуями Будды, отлитыми в классическом аютхайском стиле. По углам стоят хмерские пранги, уравновешенные четырьмя виханами, в каждой из которых находится статуя Будды. Музыка 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 Внутри бота находится великолепная бронзовая статуя Будды, на высоком позолоченном постаменте. Стены украшают красочные росписи. Музыка Ватапхо назван так из-за растущего на его территории священного баньяна, дерева ботхи, под которым Будда достиг просветления. Музыка Музыка В Риватапхо находилась первая школа тайского массажа, и сейчас он продолжает оставаться центром этого древнего искусства. Здесь работают курсы по обучению профессиональному массажу. Музыка Лингам Символ бога Шивы, означающий плодородие. Музыка Рядом с главным ботом стоят четыре высокие и ярко окрашенные чеди, возведенные в честь первых четырех королей Таиланда. Название чеди носит мемориальное строение колокообразной формы. Первоначально они предназначались для хранения мощей Будды, священных текстов, скульптур и других реликвий. Позднее чеди стали возводиться как памятное сооружение над останками королей и святых. Самая прекрасная из четырех – голубая чеди, Пхра-Сисан-Пхет, построенная королем Мангкутом в память королевы Цурия-Тхай, жены короля Маха Чакропата, правившего в XVI веке. Согласно легенде, она пожертвовала жизнью в битве ради спасения мужа. Субтитры создавал DimaTorzok Сотни образов стоящего Будды в благословляющей позе видны в окружающий монастырь-галереи. Главная достопримечательность вата Пхо – огромная позолоченная статуя Будды, лежащего на правом боку, опершись на локоть. Эта статуя длиной 46 метров и высотой 15 метров – самая большая из всех статуй подобного типа в Таиланде. Внутри она заполнена кирпичом и гипсом, а снаружи покрыта сверкающим сусальным золотом. Она изображает Будду в момент перехода его в Нирвану – главную цель буддистов. Статуя фактически занимает весь Вихан, который специально для нее приказал построить король Рама III. Ступни Будды инкрустированы перламутром. 108 орнаментов на них символизируют 108 лекхан – особых знаков, отличающих просветленного. В вате стоит постоянный перезвон. Это прихожане бросают в металлические чаши монет, так, чтобы их звон достигал небес и улучшил карму человека. Над западным берегом реки Тяубхраи 86-метровым силуэтом возвышается ват Арун, названный в честь индуистского бога утренней зари Аруна. Самый высокий центральный пранг построен в Кхмерском стиле, в период правления короля Рамы I. Он олицетворяет гору Мэру – мифическую обитель индуистских богов. Строительство пранга продолжалось около 50 лет. Дело довел до конца в 1842 году король Рама III, а король Мангкут придал постройке законченный вид, украсив ее мозаиками из тысяч фрагментов китайского фарфора. Огромный пранг покоится на трех уровнях террас и окружен четырьмя голубыми башенками поменьше. Такое решение воплощает буддийские представления о Вселенной, центром которой является гора Мэру в окружении четырех плавающих в Мировом океане материков. Восемь пролетов каменной лестницы ведут к террасам с маленькими прангами на всех углах. Нижние секции первой террасы обрамляют обезьяны и великаны, а также образы других богов и сианских мифологических существ. Вторая терраса имеет красивый павильон с четырьмя статуями Будды, иллюстрирующими знаменательные события в его жизни. Рождение, просветление, первую проповедь и момент достижения нирваны. С третьей террасы открываются великолепные виды монастыря, реки и города. Таким образом, все ярусы пранга символизируют космические уровни. Основание – Твепхун, три сферы буддийской вселенной. Центральная часть – Таватисма, небеса 33 богов, а вершина – Далабхун, семь царств счастья высшей сферы. На этом месте с 1882 года, с тех самых пор, как в Бангкоке поселились первые европейцы, находился католический собор. Настоящий Успенский собор был построен в 1910 году. Его красочный интерьер выполнен в стиле рококо, а мраморный алтарь привезен из Франции. Красивое старинное здание французского посольства построено в середине 19 века. Само французское посольство – второе старейшее посольство Бангкока. Небольшой и очень красочный храм Матха-Уматхеви был построен тамильскими иммигрантами из Индии в 1860 году. Его замечательной особенностью является яркая, декорированная и красочная башня Гапура, покрытая массой фигур индийских богов и богинь. Французское посольство Бангкок Бангкок Светилище Равана. Старое здание отеля Айрован. Новое здание отеля. Новое здание отеля Айрован. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...